Это вот наша прихожая комната. Пойдемте сюда. Это наша кухня. Такая замечательная кухня с прекрасной такой плитой новой. 40 квадратных метров на пятерых, а радости, как будто во дворец переехали. Сейчас вы поймете, почему. Такие хорошие жилищные условия у моих детей были только в роддоме, горько шутит Зоя Шубкова. 9 месяцев назад она проводила для нас совсем другую экскурсию. Тут у нас стоит обогреватель, телевизор. Это единственная комната, где мы можем в данное время находиться. Что будет дальше, я сама не знаю. Несколько лет назад муж оставил Зою с четырьмя детьми и домом, разобранным под реконструкцию. Без крыши, фактически на улице. Жили то в палатке, то на пепелище. В какой-то момент у нее чуть было не забрали детей. Тройняшек. Веру, Надю и Любу. Зоя была в отчаянии. Органам опеки тогда пришлось проявить определенное мужество, взять на себя ответственность. Ведь если бы с девочками что-то случилось, им пришлось бы ответить за непринятые меры. Зная ее ответственность, зная ее трепетное отношение к детям, прекрасная мать. Мы положились на нее, пришли к мнению, что девочки должны оставаться в семье. И семья сама с помощью благотворительных организаций, с нашей помощью, с помощью министерства, губернатора, должны справляться с трудностями. И я думаю, что очень хорошие шаги были сделаны. И результат, да, он, наверное, не окончательный. Есть куда стремиться, есть возможности лучше жить личные условия. Но вот тем не менее, сейчас мы за них спокойны. Не так хорошо, когда счастье в руке. Да, так всегда бывает. А если я с кем-то поделюсь? Твоего счастья станет намного больше. Выход лежит на дне отчаяния. Шубковым помогали всем миром. Областной родительский комитет доверия организовал несколько благотворительных концертов. Акция «Дом веры, надежда и любови». Начали сбор денег. В то же время Зоя попала в больницу, перенесла тяжелую операцию. Но рядом были люди. Ну что, режем свои споры. Помощь. Так, получилось. Помощь маленькой семье осилили всем миром. На собранные деньги все-таки удалось купить квартиру. Часть средств была от продажи дома, часть средств была собрана благотворительным форматом. Причем это тоже было в несколько этапов. Это и здесь, в Кеннельском районе проводился благотворительный концерт, и в Самаре проходил ряд мероприятий. Но финальную точку поставил губернатор. Я всегда считала, что добрые дела идут от сердца и не нуждаются в рекламе. Сегодня делаю исключение. Слова женщины, прошедшие столько испытаний, абсолютно искренние. И пусть их услышат адресаты. Губернатор, глава Кеннельского района, простые люди, которые не прошли мимо чужой беды. Нет слов выразить вам нашу сердечную благодарность, то, что вы помогли нашей семье в приобретении жилья. 11 лет. 11 лет. Мы ждали этого момента. Лишения и ожидания. Лучшей участи не прошли даром. А сейчас, наконец, у нас появилось свое жилье. Мы безумно счастливы, рады. Дети особенно. Что у них теперь своя комната. Что они могут приглашать своих одноклассников. Спасибо жителям, простым жителям, пенсионерам, которые звонили мне, поздравляли. В комнате девочек пока что нет мебели. Но это пустяк по сравнению с тем, что уже прожито. Благотворители из доверия сделали все возможное, чтобы семья переехала не в голые стены. В квартире есть все необходимое для жизни. Зоя стоит в очереди на улучшение жилищных условий. Она спокойна за детей и теперь сможет найти более серьезную работу. Все вместе они с нетерпением ждут возвращения из армии единственного в семье мужчины. Брата и сына. И верят, что больше над их головой не будут шуметь дожди и ветра. Все мы рады за вас. Все много и долго переживали. Случай, можно сказать, практически уникальный, когда вы добились того с помощью добрых людей, с помощью фондов, с помощью прессы. Хочу вас поздравить с этим и пожелать тем людям, которые еще не вступили в такую благотворительную позицию, не обрели ее. Я желаю им, чтобы много радости получаешь, когда даешь. Поэтому, чтобы больше и больше людей приходили, так скажем, к этой позиции и помогали ближнему своему, чтобы нам было лучше. Вот на вашем примере это наглядно очень видно. Поздравляем вас! Поздравляем вас! Сережа живет в доме ребенка с трехмесячного возраста. Он никогда не видел другого дома и других людей. Малыш не встречает взрослых радостной улыбкой. Он пока еще интуитивно пытается укрыться от чего-то очень страшного, что живет у него в подсознании. Палец во рту и попытка закрыться – это его защитная реакция. Мальчик такой, немножечко замкнутый. Видимо, сказывается недостаток вот этой материнской любви, то, что его оставили в самом раннем возрасте. Вот мамочка его не навещает. Берем игрушку любимую и идем в свою кроватку. Сейчас, если получится, покажем, как мы умеем играть. У малыша слабенькое здоровье. У Сережи есть проблемы с двигательным аппаратом и со зрением. Но взрослые отмечают, что постепенно мальчик начинает будто оттаивать, привыкать и потихоньку продвигаться в развитии. Сережа научился у нас переворачиваться, научился вставать. Он очень любит сейчас уже бегать в ходунках. Он заглядывает везде, ему все интересно. Сережа пока еще не научился действовать с предметами. Но у него есть любимая музыкальная игрушка, которая всецело поглощает его внимание. Сейчас это мы покажем. Вот. Да, правильно, игра, игра. Любые контакты со взрослыми и со сверстниками для Сережи пока очень сложны. В мире он осваивается маленькими шажками. Специалисты говорят, что это естественно для ребенка с рождения пережившего предательство. Он очень, ну как бы, недоверчив, что ли, к людям. Нужно постепенно, мы начинаем с ним заниматься, начинаем с нескольких минуточек, с нескольких секундочек. Вот. Он очень осторожно заглядывает в глаза. Смотрит не в глазки, а вот куда-то в бровь или рядом. Вот. Непродолжительное время смотрит, как бы так, а можно ли тебе доверять? Вот. Ну, на все это нужно время, чтобы ребенок привык, чтобы он начал более-менее доверять тебе. Как же избавить от страха и недоверия этого беззащитного малыша? А здесь нет никаких секретов. Его сердечко можно растопить только любовью, вниманием, заботой. Субтитры создавал DimaTorzok